В выходные дни пристальное внимание было уделено Вантовому мосту. В ночь на воскресенье на Ванты забрался пьяный мужчина, которого удалось уговорить спуститься вниз почти через три часа спасательных работ. После этого было решено ввести охрану, чтобы не допустить новых попыток восхождения. Но, несмотря на это, сегодня были осуществлены очередные две попытки забраться по Вантам. Одну из них предотвратила только что введенная охрана, во втором случае мужчине удалось осуществить восхождение. Чтобы предотвратить очередные попытки взбираться на Вантовый мост, Рижская дума обтянет ванты колючей проволокой, а также обеспечит на мосту круглосуточную охрану. Об этом заявил Микс ТВ мэр Риги Нил Ушаков. По его словам, с сегодняшнего дня мост будет охранять частная фирма с обеих сторон. Мост будут охранять по крайней мере два человека. Их работа обойдется минимально в 2-3 лата в час. К сожалению, старые надежные способы мотать ванты колючей проволокой – единственный сейчас вариант, который может помочь эту проблему решить. Хотя неприятно, что в самом центре города будет объект обмотанной колючей проволокой. Главная задача сейчас технических решений и физические охраны – это задержать человека, чтобы он не успел залезть достаточно высоко. Потому что самое важное – это первых несколько минут. Если он за первые 2-3 минуты залезает на высоту выше 3 метров, дальше с ним уже ничего сделать нельзя. Потому что с высоты в 3 метра его невозможно сдернуть вниз, потому что он разобьется уже и получит раут. И в этом плане именно поэтому будет стоять физическая охрана. Ситуация вокруг Вантового моста напоминает игры на перегонки. Такую версию в связи с участившимися попытками взобраться на мост высказала психотерапевт Гунта Ансане. Она отметила, что надо понимать причины этих поступков и доносить до людей, что они не останутся безнаказанными. Если мы так теоретически сейчас думаем, то более вероятный вариант, что люди просто фиксированы сейчас на этом месте. Вот кто кого. Это начинается уже игра. Кто более смелый, более умный, кто кого победит. Это как ребенок, когда он плохо себя ведет. Мы ведь не делаем какие-то преграды физические, механические. Мы стараемся понять, что с этим ребенком делать. И как-то стараемся довести до него, что он будет ответственный за то, если он очень будет, вопреки интересам всех остальных людей, действовать. Половина экономически активных жителей Латвии не голосовала бы за распуск 11-го Сейма, если бы был инициирован референдум. Это показал опрос, проведенный компанией ТНС Латвии и телеканалом ЛНТ. Противоположного мнения придерживаются 37% респондентов, которые готовы проголосовать за распуск 11-го Сейма. 23 июля прошлого года состоялся референдум о распуске Сейма 10-го созыва. За распуск парламента тогда проголосовали, напомню, 94% участвовавших в нем избирателей. Также 23 июля ровно год назад была учреждена партия реформ Затлерса. Тогда рейтинг этой партии зашкаливал, и на внеочередных выборах она показала второй лучший результат после Центра согласия, набрав 20,8% голосов. За прошедший год партия реформ лишилась и своего лидера, и многих членов, а главное – доверия избирателей. Сегодня партия реформ не преодолела бы даже 5-процентного барьера для прохождения в парламент. Партия реформ все еще находится в поисках себя. Такое мнение в интервью «Радио Болтком» высказала политолог Ивета Кажука. По ее словам, если партия не распадется за следующий год, то у нее есть политическое будущее. Я бы сказала, что это правительство и парламент работают лучше, чем предыдущие. Но есть некоторые вопросы, где видны довольно большие проблемы. Это вопросы интеграции, где партия реформ самая либеральная, пытаются не позволять единству и национальному объединению раздражать русскоговорящих жителей Латвии. И также это проблемы с вопросами референдума в том, что люди должны также сами влиять на решения в государстве. Так что эта партия все еще находится в поисках своей единственности. Какая-то часть этой партии, наверное, бы хотели, чтобы она была более либеральная, чем национальное объединение и единство. Но также в партии есть другие политики, которые все-таки смотрят в другом направлении. Если эти форы не разорвут эту партию изнутри на части, тогда я думаю, что этой партией еще может быть будущие латвийские политики. Партия реформы и вису Латвии ТБ ДННЛ пока не сумели переубедить партию единства, которая блокировала рассмотрение в правящей коалиции вопроса о всенародном избрании президента. Как заявила член президиума Сейма Инесса Лыбине Эгнере, партнеры начали работу по согласованию мнений по поводу введения Института всенародных выборов главы государства. Однако в ближайшее время решение принять не удастся, так как единство инициативу не поддерживает. По словам депутата, она не слышала от единства конкретных аргументов против. Тем не менее, партия реформ не хочет выносить этот вопрос на рассмотрение Сейма без согласования с коллегами, так как это означало бы нарушение коалиционного договора. Ближайшие несколько лет принесут миру такие перемены, которые пока и в голову не приходят. И Латвии вместе с Европой придется создавать новые дееспособные структуры власти, заявил президент Андрис Берзинч, отвечая на вопрос, видит ли он себя на этом посту второй срок. Пока же Берзинч постарается достичь конкретных результатов по уже начатым делам. Президент уверен в том, что через три года мир изменится, будет другое мироустройство и другие нужды. Он также уверен в том, что Латвии будет нужна иная структура власти. В заявлении МВФ говорится, что Европа говорит, но не действует. Президент допускает, что сама по себе конструкция многих управленческих структур в Европе не позволяет действовать. Нужно будет создавать дееспособные структуры. И президент заявил, что он надеется, что Латвия сейчас достаточно образована и подготовлена, чтобы участвовать в этом процессе и сказать свое слово. Президиум Сейма решил созвать 26 июля внеочередное заседание, на котором в числе других вопросов будут рассматриваться возвращенные президентом Андрисом Берзинчем изменения к закону о референдумах. Как сообщала юридическая комиссия, Сейма на прошлой неделе одобрила введение порога в 50 тысяч подписей на первом этапе инициирования референдумов. Эта норма будет действовать до 2015 года. С 2015 года двухступенчатая процедура будет отменена и уже на первом этапе организаторы должны будут собрать около 150 тысяч подписей вместо нынешних 10 тысяч. В настоящее время второй этап сбора подписей на бюджетные средства организует Центр разбирком. Водная полиция в этом сезоне вытащила из столичных водоемов уже 4 километра браконьерских сетей. Об этом Микс ТВ рассказал вице-мэр столицы Андрис Америкс, участвовавший сегодня в рейде водной полиции. Он рассказал, что с 15 мая по 15 сентября сотрудники водной полиции ежедневно патрулируют 5 рижских водоемов – Кишизерс, озеро Бабитес, побережье Вецеки и в двух местах Болдыраи. Сегодня в 5 часов утра вытащили 30 метров сетки нелегальные. В этом году полностью 4 километра нелегальных сеток. Они сейчас покупают их, эти китайские, за 5 латов, за 30 метров. Они даже их больше не сматывают. 5 латов – это дешевле, чем рыбу купить. И если их не бдить и не контролировать, то мы вообще потеряем рыбу. В конце июля в Цессисе уже в шестой раз пройдет фестиваль искусств, который в этом году станет кульминацией начатого в 2011 году международного культурного проекта «Эксперименты и достижения». Фестиваль откроется 27 июля и продлится почти месяц. В его программе 4 выставки, 8 концертов, 3 драматических и 1 оперный спектакль, а также кинопрограмма. Фестиваль знакомит зрителей не только с достижениями сегодняшней культуры, но и возвращает к тем художественным явлениям, которые когда-то воспринимались как вызывающие эксперименты, сегодня стали хрестоматийными ценностями. В частности, посетители фестиваля увидят три спектакля Латвийского национального театра, молитва толстой тети по мотивам романа Фрэнни и Зуи Селлинджера, «Мертвые души» по мотивам Гоголя и «Стеклянный зверинец» Уильямса, а также программу итальянской киноклассики и оперу «Севильский тирюльник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова